То, о чем мы так долго говорили, вокруг да около ходили, тот момент действительно настал. Много раз мы вспоминали сегодня в связи с темой прямого эфира «Золотая рыбка» ту самую сказку о рыбаке и рыбке. Пришла пора поговорить об этом. Серьезно. Это вам уже не детские шуточки, между прочим. Это уже серьезный разговор с серьезным человеком. Друзья, давайте знакомиться с нашей гостьей. Татьяна Акулова, актриса Багнитогорского театра «Куклы и актер» Бурати. Доброе утро. Доброе утро. Часто ли вы перечитываете сказки? Приходится. Ввиду профессии? Ну, во-первых, по профессии, да, приходится. Во-вторых, ну, мне, например, вот поговорили вчера об этой сказке, естественно, я открыла Пушкина, ну и зацепила за все остальные, потому что это красиво, потому что это отдых души. Литература чудесная. Да, согласен. Мне хочется уже поскорее задать первый вопрос, с вашего позволения. Вот любая сказка, даже детская, всегда имеет какую-то, да, вот серьезную мораль, которая актуальна не только на все времена, но и для всех, да, но и для всех возрастов. Вот чему сказка о рыбаке и рыбке может научить взрослого человека, по-вашему? Ну, мне кажется, здесь... Как бы это не было очевидно. Ну, это очевидно. Да. Есть специалисты, которые глубже как-то пытаются там копать эту проблему, да, вот что там происходит, что такое старик с позиции эзотерики и прочее, кто такая старуха. А вообще это просто, конечно, о человеческой невероятной жадности и напоминание о том, что человек попытается остановиться. Это непросто, остановить себя, когда у тебя такая возможность вдруг появляется, да? Горит все в глазах. Да, можно это, можно то. Вот это... Останешься у разбитого корыта. Хорошему не приведет, это элементарно. Пока, по крайней мере, на этом уровне это уже здорово. Почему эту сказку все-таки к детской аудитории относят? Ну, сказку, наверное, потому что волшебство прежде всего. И потом вот опять же мы только что говорили о том, что по очевидности сюжета детям понятно будет, что происходит, вот когда по поступательным поступкам, по ступке бабки, конечно. Если ты бабушку так вот так себя нехорошо везешь, то вот к чему может привести? Жадничаешься. Это вот как бы визуально понятная такая вот внешняя история, мне кажется, доступна, по крайней мере, детям. Тут можно еще как бы, ну, не то, что один смысл, а добавить, говорится и о жадности, и о том, что иногда нужно вовремя остановиться. Конечно. То есть ценить то, что у тебя есть. Ценить, абсолютно. Ты вот что-то получил, да, ты не требуй большего от тех же родителей. Благодарен будь, да. Дали тебе там подарили на день рождения что-то там, нет, ты же сейчас сядешь на шею, а давайте мне еще и еще на каждый праздник. К сожалению, это вообще свойство человеческой натуры. Во все времена тут ничего не поделаешь, так создан человек. И поэтому вот эта вот проблема борьбы за какую-то свою нравственную позицию, быть честнее, добрее, ну, скромнее в конце концов, это, конечно, в сказках не сказано. Ну, и мы сами сочиняем всевозможные фразы, такие вот, денег много не бывает, значит, нам их все мало будет, сколько бы нам горы не сыпали, бы фурами не возили. Да, нет, человек оправдывает свою жадность, ну, что сделаешь, вот так, к сожалению, вот хочется. И я думаю, что каждый человек сталкивался в своей жизни с ситуацией, да. У нас у всех есть свои примеры, и аппетиты у нас всегда растут. Если мы зарабатываем там, ну, я вот сейчас утрирую 5 тысяч, мы на них живем нормально или выживаем, и нам как бы хочется чуть побольше. Получаем 10, ну, вот же уже больше. Я же могу. Ты же хотел вот этого, да, 10, а потом ты уже оприходовал эти 10, думаешь, да что-то как-то и 10 маловато. И так по-настоящей все идет до бесконечности. Да, у человека такая натура, к сожалению, натура. Поэтому вот в сказках, в том числе вот в литературных произведениях, напоминание. А как по-вашему, вот на примере данной сказки, да, о рыбаке и рыбке, можно научить ребенка правильно реагировать на наглость, жадность? Вот как ему объяснить? Вот читаем мы с ним сказку, вот как мне ему вот объяснить? Да, просто дедушка-то ничего не получил, он как бы грустный был, всю сказку, ой, грустная опалция. Дедушка у нас под пятой такой вот он остался. Дети могут понять, быть добрым и хорошим, это как-то грустно, невесело, ты какой-то будешь забитый ребенок. Мне кажется, здесь ведь не просто он добрый и забитый, он просто ничего не делает ведь. Он пытается как-то образумить по сюжету, да, потом свою старуху, ну теперь твоя душенька довольна, ты ведь теперь уже добилась. Он пытается, но безуспешно, и на этом он опять очень покорен. То есть я думаю, что тоже можно об этом поговорить с ребенком, что, наверное, надо немножко отстаивать порой свою позицию. Если ты считаешь, что вот так нехорошо, да, нехорошо. А пример, мне кажется, здесь очень, ну Пушкин это просто явные такие красивые такие зарисовки. Что с ней происходит, когда она становится там старухой дворянкой, как она начинает относиться к тому же старику или к своим там слугам, она начинает их бить, там плохо себя ведет. И это так поступательно, поступательно, власть ее просто порабощает тоже. И портит. Конечно, портит. И она, соответственно, к людям относится так же. И это же понятно, это очевидно из сюжета. Да, я думаю, даже это хорошо. Ну да, пренебрежительное отношение к людям, это не есть хорошо, о чем надо учить с детства. Вообще, конечно, ее манера разговаривать, ее манера поведения, там все очень ярко у нее написано. Как она стала заносчива, высокомерна, ну просто злая стала. Командный глаз у нее все равно. Она просто там, у нее и потом, и слуги-то у нее она заставляет, чтобы дедушка над дедом там измывались, что все поклонение было. Все вообще. Уже все, уже там, край такой. Это все очень красиво и здорово. Ну не надо забывать, наверное, извините, что перебью о том, что любой может оказаться на месте того же деда, будучи столбовой дворянкой. И да, дай бог той же бабы. Да, дворянки не вечные, нам можно и упасть уже ниже плинтуса, как говорится, грязь в лицом, и уже оказаться по другую сторону баррикада. Да, сегодня есть, а вот это сказки так же. Вот тебе, пожалуйста, вот все у тебя было в руках, все. Эх, взяла. Сам виноват, сам виноват, все про фору. Скажите, пожалуйста, вот вам, как никому другому, да, известно, что авторы, они просто так не указывают, какие-то определенные, не уточняют, да, вот какие-то определенные моменты. К примеру, вот в этой сказке говорится о том, что дед с папкой жили, старик со старухой, жили ровно 30 лет и 3 года. Вот это несет какую-то смысловую нагрузку, какой-то свой, может быть, символ чего-то? Ну, во-первых, это, конечно, надо, говорю, со специалистами разговаривать, они очень любят в сказках, например, логию там как-то использовать. Но в данном случае 3, цифра 3, это же понятно, что она такая, ну, магическая цифра, и 3 богатыря у нас, и прочая-прочая сказка. И 33 богатыря. А 33 это как бы 3 в кубе. Да, уже. А еще, знаете... 3 9 земель. Да, даже 3 9 земель. Это может быть как-то с возрастом Христа, может быть? К сожалению, я читала, это может быть, но дело в том, что вот эти все сказки, они как бы языческие, они раньше появились, чем христианство, там кто-то вот определяет из специалистов, и я так думаю, что да, в этом есть. Это не обязательно, может быть, даже потом наоборот связалось язычество и цифры с христианством. Ну, и эпоху тех авторов, в их жизни, может быть, что-то это и было, значило особый какой-то смысл. Ну, это значит вот много, еще к тому же много, и красиво, когда повторяется 33, это как бы вот, ну, много-много лет. И звучит неплохо. Да, и звучит неплохо. И укладывается в ритмический... 44 угловато, как-то звучит. В ритмический рисунок. 33, 3 ночи, там и так далее, всегда бывает фраза. Да, ну, наверное, имеет значение. Да, эти цифры как шепчут, ласкаются слухи. И все-таки вот сейчас, ссылаясь даже и на другие, да, вот детские сказки, сейчас подумал о том, что везде указывается бабка с деткой, старик со старухой, почему не мама с папой, не дедя с тятью. Ой. Дедя с тятью, да. А тятью, кстати, знаешь, что... Тятья, тятья, папа. Тятья, так и старорусская, да. Да, вот не папа с мамой, не дядя с тетей, не мальчик с девочкой. Вот почему именно? Это символ мудрости. Старик со старухой. И колобок тоже, старик со старухой. И терешечка, и колобок, и снегурочка, в конце концов. И курочка ряба тоже. И курочка ряба. Как-то вот откуда-то одно поколение исчезает. Да, 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 сократили. Да, старшее поколение и молодое. История литературы сократила как-то это. Ну, многие тоже рассуждают на эту тему, но я так думаю, что, когда создавалась вообще эта ситуация сказочная, потому что детей это не с кем было оставить, потому что здоровые люди, взрослые люди, которые могут работать, работали. Либо на войне, либо в поле. В поле, конечно. А как кормить семью? Круглые сутки почему они находили? Круглые сутки, конечно. В смысла их нет указывать? Если это не сказка про поле. Ну да. Уже. Не, они там где-то в каких-то сказках, конечно же, есть. Но в основном, да. И, видимо, от того, что оставались вот с дедушками, с бабушками, а детей же было много, там надо было их занимать. И как-то, видимо, упразднилось. Или, может быть, не упразднился, потому что значение так не придавалось, может быть. Вот есть, а с другой стороны, действительно, это же мудрость, это же корни семейные именно. Дедушка, бабушка, это же непосредственно твоя семья. Ведь у каждого человека есть дедушка с бабушкой. Ну, гипотетически, может быть. Фактически у кого-то нет, а также есть. И то есть это твоя семья, это твои корни. Это, мне кажется, тоже важно. Именно в твоей семье передача вот этого вот мудрости, воспитания через сказки. Ну, и с высоты прожитых лет, действительно. Ну, понятно, конечно. Ну, и к тому же бытует мнение, что бабушка с дедушкой, к внукам относится более трепетно, да, и с большей любовью, чем к своим детям. Это не бытует мнение, это факт. Это факт природы. Это именно те люди, которым отдают своих детей. Да. И дают на работу. Да. Всегда. Доверяются. То есть, знаешь, какие проблемы, вот я знаю, многих людей, у кого, ну, может быть, к сожалению, нет там бабушек, дедушек, да, либо родителей, да, отдать некому все внука. Ну, свои детей отдать некому. Проблемища прям возникает огромная. А тут вот, ну, и мудрость, да, правильно. Татьяна, я сказала, мудрость передачи от взрослого поколения. И не стоит никогда забывать. Да, у тебя есть родители, ты их помнишь, но и у родителей есть родители. И у них были. Надо знать свои корни и историю. Первые внуки, говорят, это первые дети. То есть, конечно, бабушка с дедушкой относятся совершенно по-другому. И это не противоречит законам природы, и это все замечательно. Дай бог здоровья еще всем нам, бабушкам, дедушкам. Татьяна Геннадьевна, вопрос вот в лоб, неподготовленный вопрос, да, заранее обсужденный. Согласно теме нашей эфиры, золотая рыбка. Какое желание вы бы заказали, загадали, если бы у вас в руках оказалась золотая рыбка? Любое, абсолютно честное. Как заблестели глаза, как засверкали молнии в глазах. Эх, наверное, чтобы хватило ума, что ли, правильно распорядиться этой жизнью, правильно воспользоваться теми шансами, которые у тебя в жизни есть. Вот правильное решение выбирать в жизни. Здорово. Вот как-то так. Мне нравится. Потому что, ну, понятно, здоровье, это все здорово, это понятно. А вот как-то бы не свернуть бы с пути. Да, идти той самой верной. Той, которая тебе вот за вещь, а ты, мы же не знаем свой путь своей судьбы. Чтобы всегда наперепутивать на камне. Да, да. Идти по нужной подсказке. Это на самом деле очень нужное, да, нужное, важное, жизненно важное и полезное желание. Как звучит? Чтобы хватило ума и разума, разумности. Сейчас тогда подумали, а если исполнится это желание, то, в принципе, все это в жизни пойдет так, как мы того. Мне понравилось. Нам будет все, да, нравится, мы будем от всего получать удовольствие. Ну и напоследок хочется у вас узнать, поделитесь с нами, пожалуйста, по вашему мнению, какие вот три сказки, по вашему мнению, должны прочесть все, и дети, и взрослые? Стопроцентный вариант. Ну, это, конечно, три-то круто. Ну, вообще, я так считаю, что Андерсена нужно детям читать обязательно, ну, например, «Гадкий утенок» обязательно, я считаю, надо прочесть. Любимую мою, это уже там «Шарль Перо», «Пожалуйста, классика», «Золушка», «Сказочные истории», опять же, Андерсен, «Снежная королева», ну и читайте сказки Пушкина, действительно. Может быть, вот опять же, аккуратнее, потому что дети может быть испугаются там какого-то большого литературного текста, а как-то находите, находите возможность детям вот сказки Пушкина подавать. Ну, может, в игровой форме как-то, да-да-да-да, ну, хотя бы так. Ну, здорово, здорово. Мы, есть теперь что почитать там сегодня вечером, друзья, кому-то из родителей вспомнить свою молодость, освежить в памяти, да, эти же сказки прочитать, тем более сейчас издания все великолепно красивые книги, все это там, иллюстрации, там все великолепно просто изображено. И если вдруг кто-то теряет веру или надежду на лучшее, да, эти сказки точно помогут ее восполнить, ее создать, ее воссоздать. Напоминаю, что у нас в гостях была Татьяна Акулова, актриса Магнитогорского театра «Кукла и актер Буратино». Татьяна, огромное спасибо. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам, чтобы все ваши желания, а вот самое главное, да, чтобы оно сбылось, которое вы нам озвучили ранее. Ну, и удачных сказок. Спасибо большое. И вам того же. Спасибо. Огромное спасибо. С вами ни в коем случае не прощаемся, дорогие друзья. Мы продолжаем узнавать. А что узнавать полезного, смотрите далее. Субтитры сделал DimaTorzok